В предыдущей серии DIY 2 Stay Human Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видишь ли, твои родители, они больше не с нами. Они превратились. Они зараженные. Для тебя это может быть опасно. Я сказал, что нанимаю тебя для выполнения задания. Ты принес еду? А, вот. Держи. Круто. Спасибо. Мама, папа, ешьте. Я пошел. До завтра. Не волнуйтесь, я вернусь и снова вас накормлю. Еще раз спасибо. Мои родители тоже тебе благодарны. Как видишь. Привет, друзья. Меня зовут Колман. С возвращением в Dying Light 2 Stay Human. И мы с вами продолжаем. Вы можете заметить, почему у меня такой грустный голос. А я вам расскажу. Я вот только что записывал 20-ю серию по Dying Light. Проходил много квестов. Даже некоторые из них были интересны. А под конец оказалось, что сраный УБС просто не записывал серию. Ну, точнее как. Он записывал, ну, примерно вот так. Круто, да? Мне тоже понравилось. Черный квадрат Малевича во всей красе. Штоп его. Ой. Достаточно интересные квесты вы пропустили. Помните, вот, например, того сопляка? Этот. Который у нас еще называл Slowpoke. Ну, короче, я прошел с ним последнюю вторую гонку. И, как в конце оказалось, у него есть брат-близнец. ***. Точная копия его. Таким образом они меня обманывали. Я чувствовал, что у него какой-то есть подвох, что он даже не выдыхается. При том, что Эйден-то, он-то и то усиленный человек из-за экспериментов. А этот придурок вообще даже не пыхтит. Ну, вот, и как выяснилось, да, у него просто брат-близнец есть. Плюс я достал, блин, в прошлой серии. Биомаркер. Самый первого образца. Подошел к одному комнату бомжу и сказал, что он изобрел тебе биомаркеры. Я сначала не поверил, но это оказалось правдой. И я достал этот биомаркер в больницу Святого Осипа. Ну, мне не пришлось лезть прямо внутрь, в глубину, как мы делали это с Хаконом. Я просто залез в один офис, который был освещен. И достал там с помощью кода с загадкой этот биомаркер. Оказалось, это тот самый, друзья, биомаркер, внешний вид которого был показан в трейлере, когда нам показали главного героя игры, ну, Эйдена. Этот биомаркер оказывался... Ну, это был первый вариант его вида в игре. И так должны были выглядеть все биомаркеры у людей. Ну, в итоге его потом внешний вид поменяли, а это, видимо, как оставили отсылку, напоминание. Так вот, этот биомаркер оказался еще тем, что он добавлял силы и выносливости, типа, своему владельцу. А когда мы его спросили, типа, почему тогда его им никто не пользуется, ну, там, типа, оказались какие-то побочные эффекты. Он, типа, оказался нестабильным и опасным. Ну, в итоге я для него себя вколол, ему что-то стало охеренно. Меня немножко там помутило. Этот, ну, потом мы ему отдали, он сказал, что, типа, чёрт побери, да не надо было его использовать, надо было его просто принести. И так, как бы, молодежь, никого не слушаете. Ну, и в итоге он мне подогнал в качестве награды ингибитор. Кстати, насчет навыков-то у меня. А, да, у меня улучшения доступны. Чё ж качать-то? Хе-хе-хе. Может, это... А, мне... Понятно. Ну... У меня, причём, уже здоровье-то по максимуму, чтобы открыть все навыки. Хм. Ну, давайте, вносливость. Триста! Я могу ветряк открыть. Воу-воу-воу! Эм. Нифига себе, эффектик от... От них. Хм. Выглядёт так, будто я сейчас заражённого превращусь. Вот он. Ну, сейчас мы его откроем. Ох! Блин, начало... Офигенное. Вот, знаете, друзья, высокая сложность... Тяжела не тем, что тебе, типа, больше урона приходит. Не-не-не-не-не-не. Сражения здесь лёгкие. Ты просто подыхаешь, а то, что ты криворукий, блин. Вот и всё. Зараза. Ладно, плевать. Господи, наконец-то в этой серии... Получается... В двадцатой, а не в двадцать первой. Мы с вами пойдём по сюжету. Я, конечно, ещё выполнял ночные квесты. Правда, как выполнял? Я их хотел выполнять, но когда, чёрт побери, я добегал до них, они просто исчезали. Меня это уже конкретно бесит. Я больше не буду так делать, мне это надоело. Прибегаешь, блин, пробегаешь полкарты ради этого квеста. Потом бац, он такой исчезает. Ну, лох, как бы. Всё, оливидевчи. Я уже... Не могу так больше. Мне это надоело, и я к этим квестам вообще приближаться на милю не буду. Пусть они катятся куда подальше. Хоть, слава богу, обычные, которые дневные так не пропадают. Так. Понятно, зафейлил. Давай! Да подожди, как? А мне туда, что ли, надо? Ну-ка ещё раз. Так. Залез. Главное, не улететь вниз, как обычно. И всё будет нормально. Вот и всё. Пропускаем. Ну, я его отдал выжившим. Или подожди. Чтобы разбираться в уже не фракции, передать объект одной из фракций. Так, окей. А как это сделать? Так. Для начала надо спуститься. Опа! А... Как мне его передать-то? Подожди. Ну-ка в управление. Значение клавиш. Прыжок, идти, бег, ходьба. Так. Параплан, перезарядить прицел. Контрол. Охеренная кнопка. Таран, пинок, глянуться. Позы сходные. Так. Так. У него инвентаря. Сло, коллекции. Не понимаю. Ну, блин, а как мне витрак-то передать? Я... Я хочу передать его мертворцам. А, нифига, у меня тут оружие есть. А, то есть эти предметы у меня навсегда, что ли? Ну... Хочу. Хочу забрать легендарное мачете. Так. От полтора часа всего, что ли? Я не понял. Так. Так, ладно, я сейчас залезу в интернет. Все, загуглил. Оказывается, ветряки никак не передать. Это просто надо двигаться дальше по сюжету, и они сами там передадутся кому надо. Господи, ну все, друзья, мы наконец-то отправляемся по сюжету. Наконец-то. По квесту о революции. И нам нужно будет взрывать ветряков миротворцев, который они захватили, самый большой на этой территории, старого Велидора. Но я как-то не знаю, почему мне не дают сейчас выбора предупредить Айтера, что мы собираемся это делать. И знаете, я решил, друзья, в задницу этих выживших, вот просто в жопу, сборище нахрен каких-то уродов. Практически как бандиты себя ведут. Я решил, что миротворственно лучше. Вот, смотрите, я тут поразмышлял, пока выполняют опытные квесты. Вот, судите сами. Когда мы приходим к ним на базар, они пытаются нас повесить. Типа, ну, ладно. Это еще может писать, что мы там обращаемся. Опасная ситуация, они не знают, что делать. И, типа, пытаются обезопасить остальных. Ладно, хорошо. Дальше мы приходим, например, к Софии. Просто спокойно поговорить. Что делает ее тупица Громила? Душит нас. Мне интересно, а если к ней ребенок подойдет, он также начнет его душить? Потом вот этот ушлепок барни. И просто глиста поганые. Сказал, типа, вот, там птичка, надо его спасти. Я его матери обещал, что домой приведу. Окей. Я пошел спасать его. А этот придурок просто свалил и насрал на него. А потом такой, главное, раздылся. Птичка, я тебя люблю. За вас. Боже, так тошно это слушать. А потом этот ушлепок, главное, на меня наезжает, что я во всем виноват. И в смерти тех, кто пошел договориться с бандитами насчет воды. У него биполярочка, что ли, я не пойму. Просто. И потом Гландак, Эйден, давай дружить. Да пошел ты нахрен, урод. После такого нахер отношения. Да, дружись с тобой. Я уже с дьяволом буду дружить, нежели с тобой. Надеюсь, его в будущем можно будет убить. Я вот без жаления его кокну. Потом какой-то вроде еще случай был. Этот, я уж не помню. А, ну да. Типа, у них чуть что, они друг друга сразу убивают на совете. Ну, там, в жесткие условия, да-да-да. Нет, я понимаю, у миротворцев то же самое есть. Суровые, суровые дисциплины, все такое. Но у них есть порядок. И вот смотрите. Что делают миротворцы, когда мы им попадаемся? Они не вешают нас, они не пытаются нас прикончить. А ведь мы для них кто угодно. Мы можем быть убийцей, мародером, там, насильником, кем угодно. И что делать командир их? Он нас спокойно освобождает, спокойно с нами разговаривает без всяких угроз. И предлагает работать на него, чтобы помочь в следовании убийства. Их командира. Ну вот кому из этих здесь можно довериться? Тут прям игра такая показывает, что вот Выжившие уроды, а миротворцы хорошие. Хотя игра, конечно же, ой, как старается. Сдает, типа, серую мораль. По той причине, что Типа, вот Выжившие говорят А вот миротворцы такие уроды, они к нам пришли Без предупреждения, начали там всех убивать. Иди, 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 иди. Ой, господи. Идите нахрен. Все, дружище, я пришел. Все, выдыхай. Пошли, быстрее. Черт, Омега, ну и заварушка. На Вас напали миротворцы? Они обыскали все и вся. И так и нашли бомбы, кто-то им рассказал. Они все забрали? Не знаю, что-то внезапно их спугнуло. Что? Где заряды? Эй! Ну, они были во дворе. Идем, может там чего осталось? Тебе повезло, что явились зараженные. Все разбежались. И, кажется, оставили бомбой. Не знаю, чего они их не утащили. Прямо под носом же были. Дебилы. Пиздос. Ёб твою мать, ни хрена себе. Этот чё, похож был на барни. Твою мать. Ладно, без боя, видимо, никак. Чё? Ах, их тут несколько. Ладно, лучше бочки заюзаем. Чёрт. Твою мать. Твою мать. Что? Какого хеха ты лук достал? А, у меня оружие сломалось. Да блин, иди нафиг. Блин, где ещё баллоны? Да блин, иди нафиг. Сигареты. Сигареты. Ладно. Лови. А я полечусь. Есть. Фу. Ой, блин. Чё, на солнышке не нравится? Чё, на солнышке не нравится? Да. М-да. Ладно, ищем заряды. Есть. О, нормально. Палка с гвоздями. Да, ну нафиг. Так. Сос. Зимняя кутка. О, чё-то новое. О, ах ты ж, блин. Да, блин. С одной пинка допнут. Офигеть, имба. Мощные ноги. А-а-а. Зимняя кутка. Ещё одна. Что ж такое? Вот это возьмём на всякий. А-а-а. Чтоб тебя. Ещё один. Ладно. Может, тут копья есть. Да, есть. Держи ещё. Так. Ну, больше нету. Придётся так. Вот и всё. Так, сколько зарядов-то должно быть? Три? По классике? Твою мать. Неприятен. Блин. Ультрафиолет. Да иди к чёрту! Блин, чуть не сдох. Зараза. Ай-яй-яй. Ладно, чуть поджарились. Маска для пейнтбола. Ого. Сейчас посмотрим, что там. Давай. Ай-яй. Кстати, зимняя куртка. Я от жары не сдохну. Жилет фельдшера. Ладно. Так. Нужно в мусорке, конечно же, порыться, чтобы собрать металлолом. Так. Здесь ничего. Это последний в воде ящик? Да. Альберто, заряды у меня. Чудесно! Великолепно! Так чего ты ждёшь? Возвращайся! Я иду. Хорошо. Возвращаемся. Так. Давайте смотреть. Так. У меня тут дурацкое всё. Урон 2-я оружия. Опа. Ништяк. Неплохая маска. Так. А тут что? Танк. Ну. Как бы неплохо. Ещё урон. Это выбросить. Окей. Да. Побегаем в этом. Всё равно опыт накопления точнее Господи. в буст накоплений опытом для паркура мне сейчас не нужен. По той причине, что, ну, я больше части все нужные мне навыки открыл. О! Как раз новое очко. Навык ускорения. Так. Прыгайте во время бега по стене. Что это там за звуки? Хэй-ха-ха, хэй-ха-ха. Ладно. Давайте вот это. Можем бежать ускоренно, пока есть выносливость. Ну-ка. Круто. Ништяк. Мне нравится. Вообще круто. Там ещё такая инерция создаётся при беге, когда ты камеру пытаешься поворачивать. Вообще круто. Так. Так. полазим-ка здесь. Ну, там ящик был. Ладно. Эх, опять нужно до хрена всего собирать, чтобы аптечки крафтить. Эти об одном и том же всё говорят. Ну, ладно. Так. Сейчас, одну минутку. Друг, что у тебя есть в продаже? Батюшки. Ржавая булава. Неплохо. Зимняя куртка появилась. Ну, ладно. Так. Хорошо. Угу. Так. Ну, я тебе хочу продать вот это и вот это. Плюс забери вот это. Вот это и вот это. Плюс вот это. так. Так. Это. 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 Это оставим. Это продадим. Так. Что у тебя можно купить из снаряжения? Ух ты, какая маска. Неплохо. Но нет. Меня это устраивает. Угу. Оборудование. Ладно. Ничего интересного. Ты привыкнешь. Эйбен, ты меня так слышишь? Ой, привет. У вас? Как оно? Замечательно. Кто знал, что когда я уйду от отца и парня, у меня появится возможность стать собой? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так сейчас заглянем еще к этому хуберту или как там его они хубер и неважно о новый лук забираем не зря зашел ухты новые перчатки ильша изношенный жилет маска да штаны возьмем я как ну-ка ну-ка штанишки штанишки паркурные атаки зря купил меня лучше есть ну ладно забирай тогда обратно за одну монету ладно двигаем по сюжету время то серии не дизируем ой ты да что ж такое а все таки можно отдать ну слава богу да я хочу отдать ее тебе я говорила что ты можешь оставить ее за то что спас мне жизнь и я не шучу я тебе верю но ты так напеваешь мелодию из шкатулки что думаю ты будешь рада ее вернуть так что с тобой ей будет лучше чем со мной может быть она всегда была со мной спасибо эйден не за что леди ну вот порадовали ребенка прекрасно так может тут это еще есть с кем можно поговорить нет ну ладно теперь идем к винченца с альбертом где твой отец вот ты где только два спасибо миротворцам черты подери из-за этого предателя наш план под угрозой нужно действовать быстро нитраты нам нужно удобрение тогда мы сможем изготовить взрывчатку старые ночные бегуны у них все есть и уж точно то что нам нужно для бомб я знаю одного парня живет на крыше друг враг когда как киля знаешь его друг как он а киллиан да киллиан я объясню как как дорогу знаю спасибо а кстати да друзья еще вспомнил одно базарцы такие дебилые мрази даже что вот над альберта издеваются хотя у него явно болезни нужен и старческий маразм могли бы снисходительно к этому относиться но нет а у него сейчас дым из ушей пойдет блин тупо животные я им помогать не буду не мертвого цвета лучше так о чем я улучшить то вопрос бинты надо бинты улучшать супер и больше ни на что не хватает да хотя нет на стихийный хватает так ну ладно почти больше улучшить так потороплюсь не орит это господи киллину значит надо за удобрениями сходить ну хорошо благо он дали живет совершенно недалеко от базара а вдруг я поймете чеснок нужно эту зараженную чуть не убил так это грех просить слишком много понимаю понимаю так киллиан тук тук киллиан киллиан это эйден опять что не хочет пускать или его дома нет ты там киллиан киллиан здесь от угона саму надо взломать ну ладно о фотографии это хакон наверное тогда они думали мы друзья навсегда а вот знакомый но мы с ним еще встретимся есть альберта я достал удобрения так миротворцы на базаре что ли блин знаете я и твой отец думаешь идея хорошая знаете мне так кажется вот да блин для папы не знаю заметил ли ты но папа немного неловок и недооценен это его шанс показать карлу софи всему базару из чего он сделан на что он способен после этого он станет героем базара он всегда хотел совершить что нибудь значимое именно этого я и боюсь я буду на связи прием Винченцо прием все вы дадите мне наконец сказать свою мысль спасибо так вот так вот знаете вот говорят кто-то на базаре предатель вот еще одно доказательство что они не такое не сплоченное сообщество это во первых во вторых знаете у меня такое ощущение Винченцо не слышу тебя что что я должен сделать пациков запланирован мне кажется будто вот предатель по которому мне говорят может оказаться барни вот это будет такая поворотница сюжета то я с таким удовольствием тогда потом кокну но я думаю нет хотя если так то будет круто Я уже много месяцев не видел детей Из-за дурацкого карантина всего центра Так, аккуратно Опа Да ну где? Где-то впереди О боже 20 Он здесь Класс, он внутри Вот он этот самый ветряк Жесть Вот это Блин, он еще на отдельном берегу А я разве не могу к ним сходить? Хотя Нет, я кажется к ним сейчас и пойду Мне же надо заряды устанавливать Пиццерия Я принес удобрение Ты справишься? Конечно справлюсь А если нет, я всегда могу попросить Венчаться Ветряк создает слишком много помех Рация не работает Ну тогда я все определю сам Это проще простого Ты уверен? Он все мне объяснил Расслабься Мы сделаем Мы с тобой сделаем Нет причины нам не сделать Хорошо Как я сказал Проще простого Бомбы готовы Твой черед Прикрепи заряды к местам Которые отметил Венченсон Бомбы Что может пойти не так? Легко дня, да? Да, именно Правильно Что может пойти не так? Да все, блин Как я сказал Проще простого Ага Ну что ж Качиваем здоровье На этот раз Жесть Мне не нравится Что с Эйдом Такой происходит Да я понял Ты видишь Меня тут косоебит Не по-детски Да заколебали Я понял Так Значит мне надо Не попадаться Над глазами Разводцем И при этом Прикрепить бомбы Блин Вот как я сказал Мне не нравится То что с Эйдом Творится При этих ингибиторах Я как будто Мутирую Ладно Так Типа Места Кто отметил Венчатся Боже Ну и вода А как он их отметил Он на территорию проникнул? Не хотелось бы Чтобы от меня Осталось Лишь имя На мемориале Ну ладно Проникаем Я их еще Обворовать могу Но припасы Мне нужны Так Или их видно Блин Может надо было Ночью идти А если Мехтворцев Придушу Так Хотя Наверное Если даже Их не убивать Они все равно Умрут От взрыва Блин Я боюсь Что я нашумлю Надо бы Присануть Этого хуилу Карла Он нам быстро Расскажет Кто умил У нас Ладно Спокойно Вроде Получается Никого Хорошо Так Да А ну сюда Легкотня Да Открывай Боже Что там за крики Там пытаюсь Что ли Кого Ладно Не важно Забираем 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 Все Ой Сколько тут всего Мое А то скоро Это все взорвется И тут ничего не останется Камушка на камушке Как я понимаю Что у нас тут Топор мучительный Возьмем А перчатки Фельдшера Ну-ка Примерим Ну неплохо Выглядят Но эти Нравятся Мне больше Ой Я могу Съехать Так просто И меня Никто Конечно же Не увидит Ну ладно Хорошо Что тут еще Мусор Отлежит Иначе Капс Да мне Все Готово Готово Взрывчатка Заложена Пора устроить Фейерверк Хочешь сам Я знаю Как для тебя Это важно Детонатор Не работает Видимо Ветряк Создает Пальмей И что нам Это дало Ветряк Еще стоит Ротор Еще крутится Расчеты Винченцо Они Неверные Я Это Мигом Исправлю Должен Бы Предвидеть И что Реально Мы Мы только Пожар Устроили Ну и Стену Снесли Вот Кстати Еще Надо Доказать Что Выжившие Только Разрушают Вот Огромный Рабочий Ветряк Который Можно Использовать В будущем Да Нахрен Взорвем Его В жопу Это Огромный Источник Энергии Они Готово У нас Там Маленький Генератор Есть Они Справятся Имбецилы Это Моя Вина Что Ты Делаешь Детонатор Пока Миротворцы Не пришли Даю Тебе Бомбу С включенным С включенным Мы Не можем Полагаться На радиовзрыватель Из-за Этих Помех И что Она Гарантированно Взорвет Весь Ветряк Сколько У меня Времени Сейчас Посчитаю Она Взорвется В любой Момент Беги Но Куда Ее заложить Куда Ты должен Вернуться И И Установить Ее Установить Ее Установить На Ну говори Блин К основанию Ветряка Нееет Эти Мы Ничего Не Добьемся В Самый Центр Ветряка Я Сам Могу Закончить Своё Предложение Так говори Постричь На Ротер Ты Должен Забраться Наверх К Ротеру На Самый Верх Ты Шутишь Таймер Тикает Эйден Ты Правда Думаешь Что У нас Есть Время Для Шуток Господи Вы Вы Чё Серьезно Ох Чёрт Не так Не так Сделал Ну всё Я Зафейлил Твою Мать Сплывай Такой Пишный Момент Я Профугал Давай Ещё Раз Господи Иисусе Быстрее 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 Твою Мать Опа Давай Давай Быстрее Да Блин Смысль Я Не могу Тут Залезть Ты Чё Застрял Всё Я Сдох Поздравляю Кто этот уровень Прорексировал Ну это же Тебилизм Что я По этим доскам Не могу Залезть Всё 40 секунд Я зафейлил Я зафейлил Я зафейлил Я зафейлил Я зафейлил Блин Адь Адь А был бы эпично Сука В последний момент Просто Бабах И всё Ладно По новой Ну это я Поступлю Жёстко Постараюсь Бить без этого Ну просто Тяжело Когда такая Стрессовая ситуация Тут надо ещё Так мыслить Есть Давай 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 Быстрей Давай Да Уж быстрей Быстрей Давай Давай Куда А снова На ветряк Да чтоб тебя Ну крутись Быстрей Вот и всё Да Если не тупит То Можно Успеть Жесть Повезло Ну бед Холодно А водичка Ледяная Приём Альберто Бегу Сукины дети Что вы с ним сделали А А А Ничего Что с ними Дерусь Ну Держись Хватит Вокруг Приплясывать Ну Давай Да Сволочь Вот Это Я Называю Бабахом Бабахнуло Что надо Ты 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 Чертовски Хорошо Справился Мы Мы Справились Без тебя С ветряком Ничего бы не вышло Почти Как фейерверк В 1900 1900 Эй Чёрт Как же я стар Будешь стареть и дальше Не неси чушь Эйден Я не настолько чокнутый Спасибо Тебе За помощь Я знаю Что они Обо мне думают Конечно Знаю Расскажи Всем Что мы Сделали Это Благодаря Винченцо Хорошо Благодаря Тебе Альберто Нет Спасибо Винченцо Хорошо Они Смеются Над ним Смеются Из-за Меня Но После того Что Вы Сделали Они Больше Не будут Смеяться Видишь Я его Отец Больше Не чокнутый И не Придурок Он Заставил Отступить Миротворцев Расскажи Всем Что это Он Обещай Мне Ладно Ладно И скажи Ему Скажи Ему Что Хорошо Я скажу Что Я Горжусь Никогда Не говорил Ему Это Сынок Я Горжусь Тобой Я ему Передам Обещаю Охренеть Никак Не ожидал Что он Погибнет Чёртовы Миротворцы Вот Здесь Конечно Они Перегнули Палку Со стариком Ладно Кассета Включите Свет Ладно Друзья Время серии Подошло К концу Здесь Нам нужно Будет Прерваться И продолжить Уже В следующий Раз Надеюсь Что вам Это Понравилось Если Это Так Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Делитесь Друзьями Оставляйте Комментарий И не Забывайте Нажимать На колокольчик Чтобы не Пропустить новые серии Скоро Увидимся Пока Добро пожаловать В В рай Ты знаешь девочку По имени Мия Мия? Нет Кто это? Моя сестра Нет Не его Валь забрал ее Много лет назад От него И у меня А теперь я хочу Чтобы он сказал Где она сейчас Ну такая информация Дорого стоит Слабые Просто Сдаются Отлиди их Им на все Плевать Плевать на жизнь А то тебе Тебе не плевать Отпусти его Движись А он умрет Отпусти его От имени всех местных Шлюх Бандитов И придурков Я нарекаю тебя Гражданином Велидора И именем Закона Ты прегиваешься В спектной казни Как предатель Иногда Чтобы остаться Человека Можешь достать Монстром Ты мощнейшь нас Пришлишь мне боль Ничто Нас не разделит К черту план Мы не знаем Что там Ты ничего Не понимаешь Меня Эйден Мальчик Притворяется Взрослым Сынный Маленький Мальчик